И сегодня очень интересная тема, тема здорового движения. Какие движения бывают здоровыми и какое движение нам во вред? И раскроет эту тему сегодня моя гостья Светлана Бабаева. Пожалуйста, представьтесь нашим гостям, потому что у вас столько регалий, я все не перечислила. Я не думаю, что стоит так много уделять внимание регалиям. Я с удовольствием расскажу про здоровое движение, к которому я имею непосредственное отношение. И всю свою профессиональную деятельность, жизнь им и занимаюсь. Так получилось. Занимаюсь с разных сторон и тем самым считаю свой подход наиболее ценным. Потому что у меня уже целая коллекция, наверное, тропинок, по которым я подходила к одному и тому же вопросу с одной, с другой, с третьей стороны. И тот самый опыт, насмотренность, они являются самыми ценными. В общем-то, на них я и буду опираться, рассказывая о том, что, как ни странно, как бы это ни звучало, может быть, даже для кого-то нелепо, что движение может быть во вред. Вот. А сейчас давайте дождемся, может быть, плюсиков, потому что я не вижу. У меня остановилось. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышно и видно. Может быть, нужно перезайти, перезапуститься. Хотя я вас слышу хорошо. Вы у меня просто периодически подвисаете, вот, поэтому я беспокоюсь. Возможно, я также у кого-то подвисаю, а нужно же, чтобы было комфортно слушать и писать вопросы. Кстати, да, я оставляла мне окошко для вопросов. Несколько вопросов от подписчиков поступило. Я их в конце озвучу тогда. Прекрасно, прекрасно. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышно и видно. Вот, есть плюсики, отлично. А вы видите, да, Наталья, отлично. Значит, просто это у меня немножечко притормаживает лента с вопросами. Вот, вы тогда повнимательнее ее, пожалуйста, Наталья, я вас попрошу смотреть, потому что я не вижу вопросы. Я вижу только вот, что присоединены к людям. Окей. Вот. Итак, коротко. Вот, вижу плюсы. Благодарю. Благодарю тех, кто отвечает. Вот, это важно, что разговариваешь не с пустотой. Что такое вообще движение? Почему оно может быть здоровым или нездоровым? Ну, начнем с того, что мы живое существо, и благодаря движению мы выживаем. То есть наше движение с вами – это необходимые условия просто выживания. Если вы будете сидеть и не двигаться, вы даже покормить себя не сможете. А если вы себя покормить не сможете, да, соответственно, вы не сможете существовать. Вот. И любое движение, перемещение в пространстве себя полностью или каких-то своих частей, оно подразумевает движение костей в суставе относительно друг друга. Но сами кости, они не шевелятся. Ими управляют мягкие ткани. Мышцы, которые заботливо в пленочку обернуты. Эта пленочка называется фасция. Вот. И получается, что каждая мельчайшая частичка, она обернута в фасцию, потом следующий пучок, следующий. И вот так все-все-все в нашем теле. И если так вот представить человека очень примитивно, но понятно для обывателя, это груда костей, которые между собой соединены и располагаются в пространстве так, как позволяют эти самые мягкие ткани. А эти мягкие ткани, они выполняют функцию такой, знаете, колготки в сеточку. Только колготка в сеточку у нас с вами, она поверх ноги. А это трехмерная, такая 3D колготка в сеточку. То есть это сеточка еще внутри сеточки, еще внутри сеточки. Вот, как это пакет, в пакете, еще в пакете и так далее. Когда мы с вами двигаемся, то кости в суставе, они тоже друг относительно друга двигаются. То есть возьмем с вами вот две кости, да, вот это головные поверхности. Они между собой вот как-то сами друг к другу не цепляются. Там нет ни крючочков, там никаких, ни пуговок. Вот, и управляют, которые сокращаются сигналом из головного мозга. То есть мы подумали о каком-то движении сделано. Есть движение, которое думать мне нужно. Можно совершенно дергнуть палец оттаза. Уже происходит на автомате. Есть двигательную матрицу. Опас. И вашу двигательную матрицу это движение записано. Вот, точно так же в нашу двигательную матрицу используются всякие фастфудные такие движения, назовем их так. Сидеть с подкрученным тазом, нога на ногу, куда-то облокачиваться. Многие любят за рулем, например, да. Там какой-то с одной стороны есть подлокотник, с другой нет. И вот они, значит, вот так вот сидят и являются прослойкой между креслом и рулем. Записывается, записывается, записывается. И вот эта колготка в сеточку с грудой костей, она вот как-то меняется, видоизменяется. И уже движения вот здесь, они могут быть не так, например, да, вот как в коленном суставе. Я вам покажу коленную суставу. Вот так. Видите? И уже нагрузка на вот эти части суставных поверхностей, она будет другая. Потому что тонус вот здесь, мягких тканей, он возрос. Здесь он не такой, как здесь. То есть здесь мышцы постоянно сокращены, напряжены. Здесь они тоже напряжены. Но напряжены в эксцентрическом режиме, то есть растянуто напряжены. Вот. Но сустав-то вы используете, ходить-то вы ходите. Такая преамбула. И вот теперь представьте, что вы пожившее тело, видавшее виды. Вас и так, и сяк, и так, и так. И не двигались, и вообще много сидели. Вот. И тазобедренные суставы уже такие со скрипом. И стопы, закованные в кандалы, модные обуви, где подошва не гнется, где ваша арка стопы покоится на супинаторе, чтобы вам было удобно и мягенько. Вот. А вы вдруг решаете мне, надо заняться движением, и надо ходить 10 тысяч шагов. Вот надо, купили или там установили приложение, вот, и пошли. И, но износ суставов-то при этом будет не такой, как если бы ваше движение было организовано оптимально, улавливая эти мысли. Вот. И получается, что вы раньше, допустим, нахаживали там тысячу-полторы шагов, вот с вашими вот этими костями, но это ещё куда не шло, ещё пока ничего не болело. А тут вы решили, значит, совершить подвиг, причинить пользу вашему телу, здоровью. И вот с таким вот суставом, может быть, даже не в одном месте, да, скорее всего, как правило, не бывает в одном где-то. Уже, если меняется в одном, то это распространяется на всё тело. Вспоминаем колготку в сеточку. Вам, когда колготку надо подтянуть, её как? Вы же её не вот двумя пальчиками подтягиваете, а вот вы её вот так натягиваете, да? Вот. Ну, так же и здесь. И вот вы с этим суставом пошли ходить 10 тысяч шагов. Что мы в итоге получим? По окончанию такой прогулки. Есть варианты. Боли, скорее всего, да? Опаздывают комментарии. Ну, я думаю, не буду ожидать ответа. Да. Ну, в лучшем случае дискомфорт, в худшем, конечно, уже боли. Всё зависит от того, насколько всё было плохо, насколько у вас молодой организм, насколько у вас резервы ещё не истощены, вот эти вот. Вот. И получается, что в таком состоянии 10 тысяч шагов они пользы не принесут. Это как один из вариантов, да? Второй вариант, когда движение тоже не может принести пользу, это однообразное движение с перегрузкой какой-то зоны. Далеко ходить не будем. Дачный сезон, я думаю, у всех в разгаре. Сверняки растут, как на дрожжах, да? И как, в каком положении мы с ними справляемся. Ну, кто справляется, кто… Я думаю, что каждый раз что-то делал в огороде в жизни. То есть это, как правило, однообразная позиция, которая нам не свойственна для нашей бытовой жизни. И более того, наше тело к этой позиции особо не приспособлено. Учитывая то, что огородно-дачными делами любят заниматься люди уже, скажем так, в зрелом возрасте и постарше, да, то мы имеем на старте любви к грядкам уже некий букет, такой двигательный анамнез, вот, который не позволит правильно наклониться, распределить ваши движения, да. Вспоминаем опять колготку-сеточку с костями. И красивыми амплитудными движениями, полезными, пропалывайте эту грязь, вытаскивайте эти сорняки. Я вам уверяю, что об этом даже никто не задумывается. Вот, то есть это, как правило, скрюченная поза. Как могу, так и стою. Побыстрее бы это всё закончилось. Но надо, потому что надо. Ни один человек не скажет, поднявшись. У кого-то спину заклинило, у кого-то ещё что-то с проблемами, как правило. Однозначно. Ну, такая поза и вот эта вот прополка, она является хорошим лакмусом тех зон, которые уже не кричат, а просто вопят. Потому что тот случай как раз, где тонко, там и рвётся. Вот. И что люди начинают делать в таких ситуациях? Вот у них болит поясница. Что первым делом приходит на ум? Вот что делают. Обезболивающее. Возможно, что-то написали, но, опять же, я не вижу. Ну, скажу из опыта, как минимум, самый экономичный вариант – это полежать, отдохнуть, чтобы отпустило. Второй вариант, да, по приоритетам – чем-нибудь помазать, каким-нибудь, там, какой-нибудь мазью, которая подруга, соседка, там, Марья Ивановна через забор посоветовала, там, с ядом какой-нибудь змеи, как раз, вот, прям для поясницы после прополки. Вот. Третий вариант – это помассировать. Вот. Ну, наверное, всё, мне больше в голову ничего не приходит. А, по сути, с пылью делать ничего не нужно, потому что она жертва. Она жертва вашего неоптимального движения. Вот. И она является центральным узлом вместе с нашим тазом, крестцом, вот, поясницей. Это такая центральная транспортная развязка. Через неё проходит абсолютно практически все, большинство всех мышечно-фасциальных цепей. И от того, как у вас на периферии организовано движение, вот, в этом, вот, узелке транспортном, всё откликается. Вот. И по-хорошему, по-хорошему, нужно в данном случае, чтобы не повторять этих ошибок, расшевеливать периферию, так, чтобы у нас с вами грудная клетка шевелилась, плечо-лопаточный комплекс шевелился, чтобы вы туда потянулись не за счёт поясницы, а за счёт движения лопаток, ну, не буду сейчас углубляться, возвращаясь к десяти тысячам шагам, да, что ж теперь не ходить? Ну, нет, конечно, ходить. Только нужно сперва подключить двигательную терапию, нужно сменить обувь на более функциональную, где ваша стопа сможет выполнять свою функцию. А в стопе так, на минуточку, 33 сустава в одной. В одной стопе 33 сустава. А я не знаю, там не просто так. Ну, для чего-то же они есть. Сустав для чего в теле? Там происходило движение. Пусть вот такое вот малюсенькое, гомеопатическое, но движение. И если его нет, значит, нарушается функция вот этого всего механизма. Вот. И поменять обувь, заняться гимнастикой для стоп, посмотреть, как у вас работает тазобедренный сустав. Вот. И я вас уверяю, что если вы там и там поработаете, то ваш коленный сустав из вот такого мягка перейдет в такой. И тогда можно будет уже то самое качество, которое мы получили, превращать в количество, ходите на здоровье. Но как только вы походили и после ходьбы испытываете дискомфорт или боль, это флажок для того, чтобы понять, что с вашим движением что-то не так. А ходьба — это второй базовый паттерн, шаг. Второй базовый паттерн человека. Первое дыхание — второй шаг. И если у вас дискомфорт после вашего базового движения, благодаря которому вы можете ходить и взять себе еду, чтобы выжить, здесь явно что-то не так. Как только человек понял, что у него суставами что-то так. Люди же все разные, разное исходное состояние. И здесь даже дело не в возрасте. Я имею, вот даже сейчас, если взять выборку моих клиентов-пациентов, то даже возраст не влияет. Есть более молодые, более жесткие, тяжело расшевеливаемые люди. И есть более возрастные, более подвижные. У каждого своя особенность соединительной ткани, свой двигательный опыт, наличие лишнего веса. Безусловно, когда есть лишний вес, это лишнее вот по всем параметрам. Он нагружает и сосуды, и суставы, и человеку тяжело. И он понимает, что он элементарные вещи сделать не может. Поэтому сложно сказать, что нужно месяц, два, три и так далее. Все зависит от того, в каком он состоянии, в исходном состоянии, какой у него двигательный опыт. Так же, как и в питании, и в сопровождении внутрицептическом, нет какого-то единого протокола для всех. Такой, знаете, средней температуры по больнице. А как же тогда люди, которые делают одни и те же упражнения, зарядку, например, ту же, да, годами делают люди, и считают, что они, ну, это польза для организма. Вот могли бы это пояснить? Вы знаете, конечно, безусловно, я противница одного и того же комплекса, который нужно повторять изо дня в день. Это вот, если брать параллель, например, с вашей профессией, это если человек будет каждый день кушать одну и ту же еду. Вот. Какая бы она полезная ни была, какая бы она замечательная ни была, он все равно придет к витаминодефицитам, недостаткам каким-то микро-макронутриентам и так далее. Далее вот то же самое и с двигательным меню. Представляете, какое количество у нас суставов. И эти суставы, они могут вот очень много, а мы этим не пользуемся. Не пользуемся. И для того, чтобы поддерживать себя в функциональном состоянии, вот нужно либо очень разнообразно двигаться в жизни, к чему, собственно, я и подвожу своих занимающихся, чтобы они максимально разнообразно двигались в жизни и все-таки меньше времени уделяли каким-то тренировкам. Ну, жизнь, она интересная, мы же живем не для того, чтобы тренироваться, да, а для того, чтобы тренируемся, для того, чтобы интересно жить. Вот. И если человек чувствует тело и понимает, что он может в быту одно и то же действие сделать разными способами, ну, например, что-то сделать на полу, туда можно по-разному опуститься, можно опуститься в глубоком приседе, можно на одно колено, на другое. Можно опуститься на, опираясь на передний третий стоп, а опуститься на передний третий стоп, там задержаться, ну, на корточках, да, говоря по бытовому. Опустившись на корточках, можно потом поставить одно колено на пол, потом их поменять, да, потом снова оторвать оба. И все это параллельно идет тому, что вы там на полу делаете, ну, не знаю, там что-то ищете, чистите, переставляете, не важно, да. А когда вы лезете куда-то в шкафчик, на кухне что-то взять, какую-то банку, тарелку и так далее, вы это тоже можете сделать по-разному, потому что эта тарелка, она всегда, допустим, вот здесь у вас стоит. Вот. И вы всегда делаете вот одно и то же, одно и то же. А вы можете это делать за счет... Да, вы можете это сделать другой рукой, вы можете это сделать чуть-чуть, переместив свое тело двумя руками. Вы можете эту руку поднять не от воротника, а от таза, опустив лопатку при этом, да, и уже разнообразить. Безусловно, все равно мы в быту как бы не старались, все равно бедно двигаемся, но обогатить это можно, этот ассортимент. А если добавить еще и занятия двигательные, только уже не терапии, а гигиены в этом случае, то есть когда вы уже понимаете, когда вы в теме, когда вы себе интересное движение бытовое создали, вот, тогда это уже просто двигательная гигиена. Опять же, вот, проводя параллель с вашей специальностью, да, там, человек как провел, посмотрел, что все более-менее сносно, ну, можно вот этого добавить, этого добавить, этого, подкорректировали, да, и живем спокойно до следующего ЧК. А когда это уже пришел ужас ужасный, там, не знаешь, да, по анализам вообще, что вперед давать, вот, это, конечно, терапия, также и с движением, вот. То есть наше тело надо кормить разнообразным движением. Не можете в жизни, значит, дополнительно разнообразить. Да, и это будет уже супер. Ручное мытье пола, если его делать верно, если у вас при этом, вы понимаете, что такое функциональный голеностоп, функциональные тазобедренные суставы, то есть не на коленке встали, сгорбились, да, конёк, горбунок и в трём, да, не, это опять, это привет грядке, да. А если вы сели в глубокий присед, элегантно взяли тряпку, чуть-чуть приподняли таз, раскрыли тазобедренные суставы, и от таза, да, во всех позвонках совершая движение, так это же вообще подарок для вашего тела будет. Да, а когда, например, вам нужно куда-то под шкаф или под диван залезть, вы стоите на колени, берёте там эту тряпочку и скручиваете, стянетесь, прекрасное упражнение для спины, там, и ротация позвоночника, и вытяжение, вы просто уже знаете, после занятий такое движение, да, ваше тело, ваша нервная система такое попробовала, и вы знаете, как это сделать правильно, и можете применить в быту, и это избавит вас от дополнительного занятия двигательной терапии в дальнейшем. Какие-то домашние дела, какие-то вещи, ходим, что-то делаем, но не задумываемся о наших движениях. А сейчас уже после этого эфира наверняка уже все, кто просмотрит его, будут думать больше, чтобы задействовать каждую нашу косточку. В этом и заключается методика, да, 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 Наталья, в этом и заключается методика, вот это мое здоровое движение, она родилась, в общем-то, после многих лет работы в фитнесе, где люди, которые сидят на работе, ну, они вынуждены, потому что они там плохие, ну, потому что у них такая работа, и вот они там три раза в неделю приходят в этот фитнес и сразу получают нагрузку, выпады приседания, какие-то прыжки на свои неподготовленные стопы, тазобедренные суставы, а у многих женщин это еще и тазовое дно, которое нефункционально после беременности, родов или просто из-за нарушенного паттерна дыхания, вот, и вот они пашут, ну, они же сидели целый день, где же пишут, сидеть вредно, надо двигаться, деньги на абонемент заплатили, заплатили, пришли на урок, пришли, притащили себя после работы, все, будь любезен, выкладывайся, вот, и вот они такие, вот, выходят потом, свет не мил, догория, но все синим пламенем весь этот ваш фитнес, вот, а когда после этого начинают болеть какие-то части тела, поясница, колени, стопы, шея, ну, опять же, у кого где, нет какой-то определенной статистики, вот, то человек задумывается, зачем мне это надо, и вот я все это наблюдала, наблюдала много лет, наблюдала, наблюдала, ну, боже мой, ну, что-то не так, мало того, что я наблюдала, я была, можно сказать, в этой команде, когда у меня тоже было много движения, гораздо больше, чем у моих клиентов, думаю, что это у меня тут болит, там болит, ну, это же неправильно, я же вроде двигаюсь много, я же тренер, вот, ну, и вот эта вот любовь к анализу, она сделала свое дело, поэтому теперь есть здоровое движение, оно, естественно, вам не сделает кубиками пресс, вы не получите огромную круглую попу, вот, если вы захотите это все, то после того, как тело научится базовым настройкам, да, и если вдруг вам сильно захочется, тогда вы пойдете уже, будете работать непосредственно по спортивному направлению, добавлять веса, менять питание, потому что там другая потребность в белке, нужна и так далее, это уже другая история, такая, знаете, про спортивная, а для того, чтобы каждая часть тела выполняла свою функцию, была в тонусе, в хорошем, в правильном, не гипертонусе, да, подтянутая, чтобы не было отеков, чтобы не было такого состояния, когда вот только проснулся, все болит уже, вот то ли я лежал не так, то ли матрас виноват, то ли подушка, там, не знаю, то ли муж уже там не так повернулся, и я из-за этого плохо спала, вот, да, вот там здоровое движение, очень здорово поможет. И, если вы не против, если вы закончили то, что хотели сказать, то мы можем перейти к вопросам подписчиков. Давайте, давайте. Я могу бесконечно говорить, я всегда пытаюсь себя остановить, какие-то рамки немножечко загнать, потому что тот случай, когда, не помню, кто-то из великих людей сказал, что найди себе дело по душе, и ты не будешь работать ни дня. Ну, вот это как раз поменю. в подушках и остеохондрозе шейного отдела. Ортопедические подушки и остеохондрозе шейного отдела не связаны вообще никак. А подушка ортопедическая, она может вам подойти, опять же, это очень индивидуально, вот, просто для того, чтобы вам было на ней удобно, комфортно спать. Остеохондроз – это дегенеративные изменения в телах подвонков, которые возникают как следствие неподвижности, неиспользования этой зоны по назначению. Когда там, грубо говоря, нет движения, всё ржавеет или эти участки, они наоборот, подвержены очень сильной нагрузке, и организм начинает укреплять, укреплять, вот эту ткань из более мягкой, делать более жёсткую. Вот. И подушка вам здесь никак не поможет. Остеохондроз – это работа и профилактика с остеохондрозом, это опять же движение, но не нагрядка, как мы выяснили, а очень мягкое, бережное, уважительное движение к вашему телу. Вот. Тогда будут обязательно результаты. Имеет значение время? Если зарядка грамотно составлена, и вы качественно выполняете всё то, что там предлагается, то 15 минут вполне достаточно. Вот у меня в библиотеке, онлайн, в моей студии есть, не помню, сколько там штук, 7-8 зарядок, они все по 15 минут. Вот. Они на всё тело. Но требуют того, чтобы вы качественно подвигались, то есть, чтобы эти движения, они сразу же принесли пользу, да, и были результативны. Если вы делаете в первый раз эту зарядку, вполне возможно, нужно поставить на паузу, какое-то движение приноровиться, сделать, возможно, оно не совсем будет получаться и так далее, тогда зарядка займёт больше времени. Но вы, в общем-то, результат получите лучше, потратив чуть больше времени. Вы же для себя делаете, ваше тело же никому не укрой, кроме вас. Взять этот комплекс, и сколько его можно делать по длительности, неделю, две, как часто менять нужно? А у меня таких зарядок штук семь или восемь, и они разные, и я ещё периодически записываю новые, потому что делать каждый день, если у вас всего семь зарядок, вот такая неделька, но это уже очень круто, отсылка к тому, если зарядка составлена профессиональным составителем, то, естественно, вы от неё получите максимум, и каждый день, меняя эти комплексы, вот, каждый день такую делать не надо. Поняла. Светлана, а вот эти комплексы можно у вас привезти, правильно я поняла? Вы повторите, Наталья, что вы поняли, потому что, видимо, это съело, мы зависли. Светлана, вот эти комплексы зарядки у вас можно приобрести? А, приобрести, вы спрашиваете. У меня есть, и там, там, огромная библиотека занятий. Помимо этих зарядок, там есть другие разные комплексы, вот, потому что на одних зарядках далеко не уедешь, нужны комплексы занятий, которые более локально, куда-то их направление смещено, там, работа, допустим, с крестом, работа с корсетом, естественным нашим корсетом, да, мышечным, работа с плечо-лопаточным ритмом, работа с межлопаточным пространством и так далее. Вот, и в идеале постоянно менять, 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 идти, идти по разным. Почему их так много? Знаете, сколько у меня там, 186 уроков на данный момент, и все разные. Почему? Почему их там не 30, и все, можно было остановиться? Зачем так напрягаться, да? Вот, а именно для того, чтобы было разнообразие, вот, разнообразие движения. Поэтому отдельно ни зарядки, ни комплексы не продаются, потому что они противоречат моей стратегии, той призме, через которую я смотрю на здоровое движение. А вот доступ ко всей библиотеке, да, в качестве абонемента приобрели, и, пожалуйста, занимайтесь по порядку. Те, кто более-менее чувствует тело, они уже понимают, ага, вот сегодня мне нужно вот этот комплекс сделать. Ну, кто-то не первый год занимается, они уже выборочно идут. Кто новички, они идут по порядку, вот, и точно не ошибутся. И всегда я на связи, что самое ценное. Это не просто вот как бы вы получили это видео, да, и вас бросили как котят. Нет, я всегда, лично я не куратор, и не помощник, и лично я на связи. И на любой вопрос, текстовый, аудио, видео, вот, всегда можно получить подробный ответ. Да-да-да, там по ссылочке. У меня онлайн-студия на базе Телеграм, так чтобы всем было удобно, потому что не всем в Инстаграме. Раньше был Инстаграм, сейчас Телеграм. И там вся эта библиотека, она всегда под рукой, куда бы вы ни поехали. Вот, всегда можно включить урок, позаниматься в любой гостинице, там, в любой деревне. Сейчас вроде интернет везде есть, проблем нет. То есть это не эфиры, не нужно подстраиваться под время или думать, что там что-то зависнет. Можно отмокать, если что-то непонятно, повторить еще раз, еще раз. Можно поставить на паузу, отлучиться там на 5 минут. лучше всего делать в вишейном остеохондрозе? Малеют руки с ночи, когда человек просыпается? Нет. Я, знаете, как люблю говорить, что шея и голова, это у нас как вишенка на торте. То есть это следствие проблем с нижележащими отделами. Почему так происходит? Как правило, это грудной, неподвижность грудного отдела. Как правило. Я не говорю, что 100%, но из опыта очень большой процент людей имеет проблемы с шеей, с воротниковой зоной именно из-за неподвижности, ригидности грудного отдела. Почему так получается? Почему вдруг связаны грудной отдел и шейный отдел? Вспоминаем, что у нас все взаимосвязано. Колготка в сеточку, груда костей. И грудная клетка, она часто у нас зажата по разным причинам, и стрессы, и отсутствие необходимости двигаться в ней, в грудной клетке. Вот. А двигаться все равно нужно. И зажатый грудной отдел, не позволяя двигаться в грудной клетке, но вынуждая нас двигаться все равно, заставляет перегружаться шею. То есть так бы они работали сообща вместе и грудной, и шейный, и поясничный, друг друга как бы, да, поддерживая, где-то разгружая, ну, оптимально работая. А когда кто-то в коллективе халтурит, больше работы. И шея, как соответственно, подвижная, да, она вынуждена перегружаться. И получается, вот как я буквально несколько минут назад пишу, получается, что вот неоптимальная работа других отделов позвоночника не может страдать шею. Отвечая на вопрос, какие нужно делать упражнения со всей структурой, со всей позвоночным столбом в районе человек двигается в трёх плоскостях. Витальная, которая нас разрезает, фронтальная, вот как перед камерой я двигаюсь, да, и горизонтальная, вот как у вас там стол или что-то, пол. Вот, это такие три плоскости, и в них у нас происходит движение, и позвоночника в том числе. Но каждый отдел позвоночника, он имеет свою зону подвижности. Поясница, она наименее подвижна. Там самые крупные позвонки, они меньше всего двигаются. Грудной отдел и шейные более подвижны. Но если грудной не двигается и застывает, из-за зажатой диафрагмы, из-за зажатых межрёберных мышц, из-за того, что мы дышим неполноценно, и все эти структуры не участвуют у нас постоянно, каждый день, по многу тысяч раз. У нас 20 тысяч раз в сутки в среднем мы делаем вдох-выдох, дыхательных циклов. Вот, получается, грудная клетка зажимается. Человек дышит поверхностно. Вот так. И ещё больше страдает шея. Плюс отсутствие подвижности. Поэтому, если есть проблемы с шеей, нужно обязательно работать со всей структурой тела. Я ещё больше убедилась в том, что насколько... Нет волшебных таблеток, короче. ...обширный наш организм, и мы, наверное, до конца... его не исследовали, так и не изучим. Сколько не изучай, ты не закончишь изучать его. Очень мудро... ...однозначно. И он же управляется мозгом, организм-то наш. А мозг точно, он исследуется, исследуется, ещё непонятно, сколько будет исследоваться. Хорошо. Большое спасибо, Светлана. Очень приятно было слышать вас. Однозначно. И то, что вы сегодня рассказали, много нового я узнала. Я уверена, что наши подписчики, кто слушал и кто ещё послушает записи, тоже много полезного извлекут из этого. И в свою очередь, я хочу сделать подарок для ваших подписчиков. У меня есть гайд по правильному питанию, только и когда кушать. И все, кто напишет мне в директ слово здоровье, я бесплатно его вышлю в личку. Поэтому, пожалуйста, пишите. Спасибо, Светлана, что согласились прийти на эфир и раскрыть такую важную и полезную тему для нас. Большое спасибо. Спасибо.